Вначале о самой масштабной спецоперации по поимке киберпреступников в России. Сотрудники силовых структур обезвредили группу хакеров, которая преступным путем вывела с банковских счетов российских коммерческих компаний более полутора миллиардов рублей. Речь в том числе и о стратегически важных организациях. Обыски проводили сразу в 17 регионах страны. Задержаны десятки человек, в том числе организаторы. Александр Евстигнеев подробнее. Полицейский спецназ взламывает систему защиты в штаб-квартире компьютерных воров. Пожалуй, крупнейшая хакерская группировка в истории России. 50 человек их вербовали в абсолютно разных городах по всей стране. 17 регионов. Сам главарь жил в Екатеринбурге. За три года они похитили через сеть более полутора миллиардов рублей. Помимо незаконного проникновения в банковские системы, на счету злоумышленников взлом объектов критически важной инфраструктуры. В том числе объектов транспорта и стратегических промышленных предприятий Российской Федерации. Это была совместная операция полицейских и ФСБ. За группировкой хакеров долго следили в виртуальном мире. Как внедряются в банковские сети, как уводят деньги на подставные счета. Когда перешли в реальный мир, оказалось, что не напрасно привлекали спецназ. В квартирах компьютерных гениев нашли несколько пистолетов, ножи, боеприпасы. Конечно, технику и деньги. Сейчас известно, они взяли через интернет минимум четыре банка. Банки – самый лакомый кусок для хакеров, ну и вообще для преступников всех мастей, потому что там есть самое главное, зачем они охотятся – деньги. Александр – эксперт по кибербезопасности. Объясняет, преступники внедряли в сеть банка жертвы вредоносные программы, с помощью которых похищали данные, вмешивались в работу и, соответственно, воровали деньги. Эти программы еще называют «троянскими», потому что хакеры маскируют их под что-то другое. Отправляют якобы деловое или личное письмо, встраивают в содержимое популярных сайтов. И вроде бы банковских сотрудников инструктируют не открывать подозрительное вложение. И тем не менее, полтора миллиарда рублей украдены. Все равно находится там новенькая девушка-операционистка в каком-то там долгом-долгом офисе, которая «а, какое интересное письмо, я люблю тебя». Но тем не менее, это очень мала вероятность, именно вот в крупных банках, с которыми работает большинство населения, большинство предприятий, именно в них приходится искать какого-то крота. Кто-то из сотрудников банка в большинстве случаев должен активизировать эту вредоносную программу. По всему миру разные киберпреступники похитили до одного триллиона долларов. Это приблизительно четыре годовых бюджета России. Деньги крадут и у обычных людей, с банковских карт, и со счетов финансовых организаций. Причем банки взламывают все чаще. Так выгодней за одну атаку можно увести астрономическую сумму и проще. Смещение фокуса злоумышленников с клиентов на сами банки вызвано тем, что банки на текущий момент тратят очень большие средства на то, чтобы защитить своих клиентов. Но при этом собственную инфраструктуру они начинают защищать меньше. Центробанк регулярно ужесточает требования к внутренней безопасности для финансовых организаций. Что касается частных лиц, эксперты рекомендуют не посещать сомнительные сайты, не открывать подозрительные электронные письма, а на мобильное устройство загружать только официальные банковские приложения. Ведь мошенники, как и человечество в целом, все глубже уходят в интернет.